Если бы они себя не припиарили с какой-то интересной, новой, не новой, может быть старой, какой-то взятой идеей, то они бы не стали фартуально известны, потому что, в общем-то, вот это вот вопрос. Я сейчас боюсь спросить какой-то лекционный тон, поскольку все-таки речь идет, нет, ну просто 40 лет засуществует, то, что вы называете пиар-технологиями, ориентируясь на какой-то русской деятельности, в принципе, ну, это существует как довольно большая сортельная традиция, это связано еще с душами, то есть это связано просто с ролью поведения в искусстве. Что касается самого Баляка, по заключению, есть какие-то нескопедические вещи, говорю, он все-таки был в определенной ситуации у человека, в 90-е годы в этой акционистской струде, не знаю, насколько вы связываете 90-е годы именно с этой средой, и там была очень такая сильная энергия втаптывать станковую картину в грязь. И на этом вся московская сцена строится, и основные галереи, которые были связаны с банками и с министерством, работали именно так. Там действительно работали люди, которые живопись мало занимались, хотя среди них были, например, люди типа Бутова, которые довольно тонкие живописицы, очень хороший искусствовед. Так что, то есть как в качестве пояснения. А вот в таком сослагательном наполнении представлять себе судьбу Кулика не тяжело. Потому что, ну, как я могу представить себе судьбу человека, да? Я-то не альтернативной историей занимаюсь, я просто вот примерно представляю себе какую-то жизнь, немножко с другой точки зрения, наверное, чем это. Ну, просто в вашем представлении Кулик, в общем-то, очень серьезный, достойный педик, да? Ну, что вы вкладываете в слова «достойный» и «серьезный»? Актуальный. Актуальный. Актуальный, а это непосредственно. Тонкий. Серьезный. Выдающийся, да? Это великий русский художник. Он только что два года назад, вот среди вас есть художник, который, например, в ЦДХ в Москве делает персональную выставку. Актуальный. 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 Это великий русский художник. Вы же не поспорите. Ну, у нас правда на Творце и в Русском музее проводят выставки таких художников. Вы знаете, я просто знаю, сколько это стоит, и любого художника можно вытащить. Мы сейчас обсуждаем символический капитал, а не деньги. Я в чужой карман не лезу, и я не адвокат Кулика. Как бы, если я представлю здесь современность, то я не хочу, как бы, на самом деле эту роль выполнять. Выставка ЦДХ, это еще не пример. Ну, и что? Ну, хорошо. И я там делал эти гигантские площади. Ну, вот мы что-ли вы, великий русский художник. Нет, в целом ситуации. Потому что Россия колоссальная провинция. А вы говорите о каких-то... Я говорю, колоссальная провинция. У нас нет ни рынка, ни галереи, ничего нет для того, чтобы... Ну, в Москве чуть-чуть есть, чуть-чуть бодрее. А на самом деле, говорят, что сравливать не надо. Просто надо иногда в Лондон слетать и посмотреть, что там делается. Вот. И тогда ты поймешь, что здесь-то... Ой, а тогда еще вопрос. В Москве есть в мире, да? Вот на Майдене. Состоящие формы искусства выставляется там в Академии местной, Коалевской. Но там Академия, это не нашу, конечно. Там суперсовременное искусство делают. И выставки, которые... Там Гайя... Он... Я видел в Метрополитском музее в Нью-Йорке. Ну, в общем, это меня как бы так очень сильно задело. Мощно. Я не сравниваю, скажем, с Англией или с Европой. Но все равно. Когда-то было единое пространство культуры, да? Там Париж, Нью-Йорк, Лондон, Петербург. И когда-то было, даже с 18-19 века, под составанием колоссальным, ну... Ну, были бы. До Вангарга никто не трясался Россией. Никому не нужно было искусство. Понятно. Нет, я говорю, все равно существовало. То есть, все равно, собственно говоря, с Малевича, конечно. Ну, мне не кажется, что есть какая-то вот такая прямо... То есть, я не знаю, как с вашей точки зрения. Я, наоборот, вижу очень много разного искусства сейчас. И все за ним пересекается, и за ним дополнится. Ну, его нет. Ни в Русском музее выставок нет. Нигде нет таких выставок современного искусства. Все пересекается вот по фильмам, которые продаются московскими бандитами на Солнце. Ну, почему так прямо? Ну, примерно 20-30-е годы тоже дают большие деньги. Больше ничего не делать. Ну, вот сейчас идет новый художник, например. Вторая большая выставка. И негравиалист. Ну, это как бы следующее задание поколения, как я понимаю, вам не нравится. Да. Ну, видите, я... Опять-таки, я в Казовщине не занимаюсь. Мне интересно и то, что 80-е было, и то, что 70-е, и то, что сейчас... Это как? Я Тимур Новиков, что ли? Ну, я к нему спокойно отношусь. То есть, я не адепт Тимура Новикова и не адрофакт, ни Кулика, ни Бренера, ни Африки. У меня свое отношение к каждому виду. Ну, просто я подстраненно на мир смотрю. И это, по-моему, все интересные люди. Так же, как вот многие присутствующие совершенно замечательные художники. Мне кажется, что есть какое-то столкновение. Но я просто сам-то не решил. В этом смысле, я неверно с ним отношусь, и это совсем другое. Ну, да, потому что есть радость для тех, кто говорит, и здесь, ну, делать или, да. И найти понимание, какое-то есть. Это... Не знаю, даже... Когда-то появились 19-летние искусства, Веды, которые там писали... Девакова писал какие-то Ставнин или Лазарий. Надо помнить, что в России всегда вопрос, что с искусством был Оскар, и он всегда переносился скорее в политическую или в нравственную сферу. А для Европы вообще ведь такие споры не актуальны. Господа. Поэтому там растут все цветы, расцветают все, так сказать, возможные соцветия. И, вообще-то, для современного общества вообще было бы как раз характернее, более терпимое отношение и к некореалистам, и к новым художникам, и к современным реалистам. Почему? Нет, пускай все существуют. Но дело в том, что вопрос об актуальности он такой. Но ведь дело в том, что актуальность – это сразу его рынок, это сразу цены и вкусы, или там, скажем, покупаются произведения какого-то художника, значит, считается, что они актуальны. Но дело в том, что… Но дело в том, что это не показатель. Это совсем не показатель тоже актуальности. А как тогда актуальность вообще выявлять? Актуальность может быть только как проявление каких-то новых идей и подходов, которых не было, какое-то новое открытие каких-то новых миров и какие-то новые фантазии, которые художник предлагает, какие-то новые решения… Как правило, и новый язык всегда. Да, и новый язык. Совершенно верно. Какие-то новые семиотические конструкции. Потому что идеи – это примерно… Совершенно правильно, да. Но проблема-то заключается в том, чтобы это всё придумать и сделать, и гармонично подать. А кто это оценит – опять возникает вопрос, да. Потому что… Современные искусствоведы это не могут часто оценить. Откладывать это на завтрашний день – это тоже не совсем понятно. Это вообще очень пунктирная ситуация. А вот давайте мы зададим вопрос музыканту нашему, композитору. И что… Ваши музыкальные цехи, например, совершенно рядом и параллельно идут совершенно разные музыкальные стили, музыкальные какие-то пластыцевые. То есть там исполняется и классическая, и современная, и авангардная музыка, и там какие-то ещё там эксперименты музыкальные. И всё это существует, и никто никому не мешает, мне кажется.